И сегодня будут очень жаркие новости. Будет обозначено время старта, чтобы все вместе кайфанули от игры. Пока что отправляем, кто там спит, в помещение в начале АМА и через 5 минут начнем. Только звук. Название АМА NFT JetShine. Все, запись начали. Все, кто спят, послушают записи завтра. Всех приветствую! У нас сегодня Мега АМА JetShine, посвященную запуску. Завтра уже запустят NFT-игру. Время скажу чуть позже. А пока озвучу вам новости, что мы сделали в проекте за то короткое время, которое прошло с момента предыдущей АМА. Значит, к нам зашли из СНГ такие крупные лидеры, как Mix Investor и Invite Invest. Кто не знает, записывайте, можно прогуглить, посмотреть, кайфануть от их трафика. Зашел крестный отец к нам. Тот самый крестный отец. Тоже крупный лидер из СНГ. Также есть сетевики из Китая, Азии, Франции. Франция и Италия к нам, так скажем, добралась. Поэтому проект развивается с семимильными шагами. А все в преддверии... Чего? Все в преддверии нашей NFT-игры. Я, наверное, сейчас пришлю сюда новую презентацию. Попробую вам переслать, кто ее видел, кто не видел. Так, сюда, сюда и сюда. Все отлично. Вот вам новая презентация. О презентации вам более подробно расскажет Николай, потому что он, как всеяруси, геймер, NFT, во всех токенах разбирается, как в своих пяти пальцах, условно. Далее, далее. Озвучит вам Николай еще конкурс-бонус по этой истории. Потому что очень долго Николай выбивал для вас классно ценный приз. Выбил, наконец-то, и вам его тоже презентует. Значит, смотрите. Завтра у нас в 16.00 по Минскому, Московскому, соответственно, по-моему, даже и по Киевскому времени, да? Нет, Киев сейчас назад. В 16.00 по МСК и по Минскому времени будет старт нашей игры. И будет у вас целая неделя, целая неделя будет для того, чтобы закупиться, закупиться кристаллами. Кристаллы будут приносить вам токены, токены JET. Тоже важно в этом разобраться. Потом, когда этот пресейл закончится, все, больше невозможно будет купить кристаллы. То есть важно на сегодняшний момент понять одно, что завтра станет в 16.00. Что нужно затариться кристаллами, пока есть такая возможность. Как все, наверное, знают, на пресейле всегда самые сладкие и вкусные условия. Это как купить что-то по предзаказу. Предзаказы, как правило, дешевле, а потом уже на старте продаж гораздо дороже. Будет у нас 6 кристаллов, правильно, Николай? Да, все верно. Будут у нас 6 кристаллов. И эти кристаллы будут приносить нам токены. Когда закончится пресейл и стартанет биржа... Не говори ничего, оставайся. Не буду говорить, что произойдет. Георгий должен был присутствовать на Аме. Но когда он узнал, что можно будет получить, когда стартанет биржа, он сразу же поешал за новой партией денег. Да, Николай? Да. Поэтому всем желаю тоже, как Георгий, искать новые возможности, так скажем, которые в жизнь приходят. Передаю слово Николаю. Он расскажет уже более подробно про LFT-игру. И я ему напомню, если он забудет, про бонус, про конкурс, который запускается с момента этой Амы и до момента следующей Амы. Николай, передаю слово вам. О, Артем Геннадьевич, благодарю. Ребят, всем добрый вечер, доброе утро, добрый день. Короче, у кого какое время. Так, я же сделаю трансляцию экрана. Секундочку одну. Трансляция экрана. Начать трансляцию. Отфейн. В общем, друзья, завтра, еще раз повторюсь, в 16.00, старт пресейла по кристаллам. Значит, будет на старте у нас 6 кристаллов. Да, мы на прошлой не говорили об этом. Изначально планировалось 4, но будет уже 6. Получается, какие кристаллы? Давайте сразу побежимся. Это будет от 5, получается, 6 кристаллов. Стоимость начинается от 10 долларов, заканчивается в 5 тысячах. То есть, в презентации все видно, да, не буду уже повторяться. В общем, по поводу самого токена, который вот кристаллы будут приносить, токен Jet. Смотрите, у нас, исходя из опыта нашего, да, с Артемом Геннадьевичем, да, за последний год мы участвовали, наверное, более чем 40, 40 плюс проектов, именно связанных с токенами, да, и получается, вот, именно этот счет камень зацентрализованная вся эта история. И, как исходя из этого опыта, да, мы можем знать, что токен выходит, листится, то есть свеча зеленая вверх, свеча красная вниз, дальше уже там практически невозможно, невозможно со дна поднять токен. То есть, есть единицы, есть случаи, но в большинстве своем это невозможно. У нас есть реально уникальная, крутая возможность, сам админ проект отдает нам эту возможность, да, чтобы мы, скажем так, сами создали и развивали эту историю. Когда мы, вот этот пресейл, запустятся кристаллы, будет приносить токен JET, через неделю будет, стартанет внутренний маркетплейс, то есть обменник биржа внутренняя, да, где можно будет покупать токены, да, продавать эти токены. Соответственно, кристаллы можно будет купить только в течение вот этих 7 дней за, скажем так, за денежку, где после чего, через 7 дней, когда запустится маркетплейс, уже можно будет купить только за токены JET. Далее, что мы делаем, то есть, мы будем регулировать вот этот курс, самого токена, да, он будет регулироваться, вы будете его сами видеть там и так далее. До выхода именно на, уже на панкейк, да, мы начнем с панкейка и дальше уже будем развиваться. Потому что токены, которые просто залетают, скажем так, выходят на рынок и подкреплены ничем, без особого там комьюнити, да, то есть, они его формируют уже в процессе. И когда происходит та самая красная свитча вниз, то уже, ну, то есть, скажем так, люди уходят с проекта, да, и, скажем так, теряют свои деньги. Наша задача, чтобы заработали все, максимально все заработали, все кайфанули и все были довольны вот этой историей. Поэтому сам токен, мы будем, скажем так, все деньги, там, которые будут покупаться кристаллы, там, будут покупаться токены, все это будет идти в ликвидность. И когда мы уже, скажем так, окрепнем, окрепнем наши комьюнити, мы уже выйдем на тот самый рынок, где там будет, так сказать, отчасти свободное плавание. Поэтому мы сейчас находимся в нужном месте и в нужное время, ребят. Это я вам говорю вот от себя то, что я вижу. Получается, 16.00 старт, минимальная стоимость кристалла 10 долларов, максимальная 5000. Также есть реферальная система, которая вот именно связана с кристаллами. Четыре, получается, так-так-так. В общем, четыре линии в глубину, и это будет доход от дохода ваших партнеров. То есть, например, возьмем кристалл, за 500 долларов приносит 50 джеб в сутки. Соответственно, так, где-то я не вижу. По процентному соотношению там было. Что, в новую призы не вставили, что ли? Не помню процентов. То есть, там 15, 15, 7, в общем, первая линия 15%, как я помню. То есть, это значит доход от дохода. То есть, ваш партнер получил 50 токенов JET, соответственно, вы получаете 15% от этих 50 на постоянной основе. То есть, это партнеры вашей первой линии. То есть, сам момент хотел уточнить, что это именно реферальная программа будет от дохода от дохода. То есть, все, что я хотел сказать конкретно. Я думаю, каждый понимает, что такое доход от дохода, это гораздо круче, чем просто, скажем так, фиксированная, разовая от вклада на процент. Мазы. За вашего партнера. Далее. Получается, через неделю, завтра 16.00, старт, еще раз говорю, через неделю запустится уже внутренний маркетплейс, где можно будет пока внутри комьюнити только, да, мы можем продавать, покупать токены, сможем, да, и уже кристаллы сможем покупать только за токены JET, нельзя и будет купить, как сейчас. Поэтому весь сток вот пресейла, вот самая вкусная история, когда мы на самом старте, у нас есть уникальная возможность там, да, быть первыми в этом золотом вагоне, да, купить эти кристаллы, токены, накопить эти токены и уже посмотрим, получается, там уже через неделю, я думаю, будет информация по токеномике самого токена JET. Вот, и будем уже более осведомлены всей этой истории. И я уже могу, да, объявлять по промо, розыгрышу, крутому, который будет... Процентовка, процентовка. То есть первая линия, доход с дохода, 15%, вторая, 7%, третья, 3%, четвертая, 1%. Это доход именно с дохода. То есть это очень классная штука. Я доход с дохода ощутил во многих компаниях. Это гораздо более крутая история, чем разумом получить, просто срубить ревку. Потому что ты подключил одного человека, получил ревку и все. Второй человек, третий, пятый, десятый. А здесь один раз тобою проделанная работа постоянно тебе приносит доход. Это безумно, безумно крутая штука. Если смотреть презентацию, возьмем 50 долларов, аметист, да, он приносит джет в сутки. То есть когда, что удобнее было считать, да, когда курс будет 1 доллар за 1 джет, это, грубо говоря, один аметист только будет приносить 10 долларов в сутки. Очень много таких проектов есть, когда там можно было зайти на тысячу долларов, я заходил на 100 просто, ну так, чтобы протестировать бизнес-модели. И они потом давали 10-20 иксов. И я потом думал, блин, почему я не зашел на тысячу долларов? Было бы 10 тысяч 20 тысяч долларов. Тут-то геномика еще чуть более продуманная, потому что не будет резкого бампа, как говорил Николай, не будет резкого дампа. То есть будет планомерное развитие. И за месяц, за два в подобных, приблизительно похожих проектах было 10 плюс иксов. То есть иксов может быть и больше, все зависит от того, насколько активная будет комьюнити. Это если говорить про саму математику токенов. Так, что есть к этому добавить перед самым сладким, Николай? Что-то еще было. А, вот, можно, да. Значит, что дают NFT? Вот эти вот NFT, которые потом будут недоступны к покупке, когда станет биржа, все. Уже не аметист, никакие другие кристаллы купить будет невозможно. Значит, первое. Ну, то, естественно, это приумножение токенов в JET. Второе. Включение инстант-выплат. Да, то есть кто-то хотел бы, чтобы выплаты были инстант. Пожалуйста, приобретаем NFT. Один из шести, любой. И получаем включение инстант-выплат. Это очень круто. Реально очень крутая штука. Уже только из-за этого можно приобретать кристаллы. Потом будет увеличение реферального вознаграждения. Также будет возможно получение рефералов, которые зарегистрировались без пригласителя. То есть тот МИД будет дарить рефералов, с которых потом мы сможем получать доходы дохода. Какова красота. Далее. Позволяет участвовать в играх, акциях и конкурсах. О конкурсах расскажет Николай чуть попозже. Также будет открытие новых тарифных планов, которые будут давать новую доходность. И еще очень много есть идей, которые стоят в очереди, ждут исполнения текущих планов. И потом еще будут добавляться дополнительные приятные плюшки для участников. Как мы любим, те, кто находится в золотом вагоне машиниста, самым первым, всегда забирает самое вкусное, самое сладкое. Как в примере Парабеллума. Знаешь, Николай, пример Парабеллума про лошадей? Нет, нет, напомню. Я сейчас позже скину, если найду видеоролик. Первый лес, есть лес. Я там с матами, конечно, этот пример. Но попытаюсь как-то так разрисовать без матов. Есть лес. Первые лошади, которые пошли в этот лес, густой, непонятный, там вот огромный лес, они все яблоки, все вот эти вот ягодки, все съедают. Вторая часть лошадей смотрит, как там первая. Первая кайфует, все. Приходит вторая часть лошадей, у них остались только ягодки. Вот они поели ягодок, в принципе, тоже кайфово, всем все нравится. Третья часть лошадей, которая стояла и ждала первых двух, приходит, смотрит, уже листья только остались. Ну, поели листьев тоже, как бы, в принципе, годно. Четвертая пара лошадей, им уже ветки остались. Ну, поели веток. Тоже нормально, сытые, все хорошо. Следующая пара лошадей приходит уже сущие голые, им только приходится скользить. Тут матное слово, берите детей от экранов, женщин, закройте уши. Закрыли, надеюсь. И вот этим последним паре лошадей, которые смотрела на всех предыдущих, остается только скользить по их продуктам жизнедеятельности, мимо вот этих вот деревьев, короче, грубо говоря. Поэтому будьте всегда теми лошадьми, самыми первыми, которым достаются и ягодки, и яблоки, и все самое-самое вкусное, потому что в компанию G-Shine попадают люди по карме. Вот если вот ты все правильно делал до, все, ты попал в G-Shine, ты получишь здесь сверхприбыль, нет шансов, чтобы было по-другому. А вот ту самую ягодку сейчас вам расскажет Николай. Передаю слово Николаю. Итак, друзья, получается, когда завтра в 16.00 стартует у нас присейл по кристаллам, каждый, кто приобретает от 50 долларов кристалл, автоматически попадает, то есть у нас будет форма, мы ее там заполняем, да, и потом уже получается, вы получаете тост к розыгрышу, билет к розыгрышу новых AirPods, последних, прошлых. Вот. Значит, будут AirPods, да? Да, будут AirPods, разыгрываются. Ну, вот, красота. Так, чтобы я забрал AirPods как участник, что я должен буду делать? Купить кристалл от 50 долларов, то есть, грубо говоря, мы начнем со второго кристалла. Кстати, сейчас покупая два кристалла, я имею в два раза больше шансов, да? Да, да, ты получаешь два билета. Каждый билет, грубо говоря, на участие в розыгрышу стоит 50 долларов. Да, хорошо. Если ты купишь, например, за 5 тысяч долларов кристалл, то у тебя автоматически 100 билетов. Понимаешь, то есть... Ого, круто. Максимальный мид какой? 10 тысяч долларов. Ну, чтобы не было такого, что там, понимаешь, кто самый ушлый поймет, как это все быстро и классно работает, он быстро сообразит. Значит, кратно 50 долларов будет, чтобы было много билетов и много шансов, соответственно, выиграть. Правильно? Да, все верно. Ты в таких штуках уже участвовал, когда были билеты? Да, участвовал. Как успехи были? Ну, 200 баксов, кто выиграл. Ну, как 200? Один бен пить. Приятно, да. Очень приятно. Это хорошо. Значит, был хороший опыт. Поэтому те, кто ни разу не выигрывал, у вас еще больше шансов, потому что чем чаще ты участвуешь и не выигрываешь, тем больше вероятность того, что ты выиграешь. А те, кто выигрывал, как Николай, скорее всего, как бы уступят вместо тем, кто не выигрывал, да? 100%. Так, хорошо. Значит, подытожим. Что нужно, Николай, мне, как участнику, подготовить завтра и к какому времени? Я думаю, что все будет за USDT покупка. То есть, Титрона ТРЦ 20, либо ВЕП 20. По нюансам, не знаю, можно ли за другую крипту покупать. Я думаю, что это будет возможно. Так, админ пишет мне, что все валюты, любые валюты, любые. Ну, все, что есть на сайте. Да. Так, хорошо. Значит, я покупаю, покупаю. 16.00. Открывается пресейл. Можно будет купить кристаллы. То есть, могу не спешить, правильно? Могу в 17 купить там. Толпы не надо. Торопиться не надо, да? Да, без какой-либо торопыки. Покупается кристалл, заполняется форма и забронируется место. Хорошо. Так, начисляется каждый день раз в сутки. В токенах Jet мне, правильно? Да, в то время. Вот купил в 4 часа ты кристалл. И, значит, на следующий день в 4 часа тебе уже упадет начисление. Супер. Все в кабинете будет, правильно? Все пока в кабинете. Так. И я жду потом неделю, да, коплю, коплю Jet'ы, накопил, допустим, 1000 Jet'ы, я понимаю, что минимум за 100 долларов я смогу продать, потому что минимальная цена 0,1, да? 0, вроде бы 0,1, да? Значит, получается, 1000 Jet'ов накопил, за минимум 10 долларов я получу, а может быть и больше, правильно? Правильно. Хорошо. Плюс еще реку упадет, доход дохода. Да. Это и все больше. Все супер. Далее мы, получается, далее уже, скажем так, растет комьюнити, наполняются вот эти вот токены, все, что от покупки идет кристаллов, там также идет ликвидность токена, и мы уже потом после этого развиваем-развиваем и уже будем выходить на рынок. Так. Мне продавать на бирже как будет лучше? Все сразу, лесенкой, половину, десятую часть. Какая стратегия потом более правильная, по опыту? На внутреннем маркетплейте ты имеешь в виду? Да, да, да. Но я бы вообще не продавал. Вот у тебя по опыту, ты же есть в некоторых компаниях, где там дали иксы, я так помню, что ты все не продал. Какая у тебя стратегия? Слушай, в первую очередь моя стратегия конкретно джетшайне дождаться выхода уже на декс-биржу, на рынок. Ты понимаешь, что там будут самые иксовые, иксы, да? Конечно, здесь пресейл, как в любом проекте, то есть всегда в большей части своей есть пресейл, где дается возможность людям купить по самой вкусной цене, по самой низкой, которая ниже уже не упадет. И, скажем так, дождавшись до выхода на рынок, нам уже зафиксировать свою прибыль, продать токен. Вот, поэтому я точно, я буду ждать точно выхода на общий рынок. Да, мы будем комьюнити, самое важное, то есть активность комьюнити, да, и как это все развивать, то есть чтобы это вообще из каждого утюга кричало. Когда мы окрепнем, мы выйдем красиво, то есть мы сломаем тот стереотип, который был там за прошлый год, потому что в прошлый год мы много где были там в различных токенах. И, скажем так, исход в сети был разный, да, по-своему. И здесь, я думаю, что у нас должно получиться именно сломать этот стереотип с большей части своей, когда вот токен неудачный листится, да, потому что как, с токеном запланировали сделать, вот выход такого-то числа, мы будем листиться. все, они залистились, он уходит в свободное плавание, там, не дай бог, еще вот эти фоты и все остальное, то есть, там дальше уже воевать нет смысла, но здесь будет совсем другая история, я вам прям чувствую в них точно. супер, спасибо большое, Николай, я запись остановлю, сейчас будут ответы на вопросы, любимая рубрика, Николай, оп, остановили, поехали, поднимайте руки, задавайте вопросы, у меня было миллион вопросов, задавайте миллион первый. миллион первый, Артем Геннадьевич, тебе вопрос, как слышно, слышно? слышно, супер. Отлично, Тём, вот смотри, ты каждое утро включаешь воду, для чего ты это делаешь, можешь объяснить, потому что этот вопрос волнует не только меня, но много людей. Ответ на этот вопрос вы услышите на следующий ампи, когда будем разыгрывать AirPods. Включай, Фернадо. Николай, научил воду включать, как у тебя поменялось жизнь, Николай? 100%, поменялось просто на 180%. Ну вот поэтому секрет успеха надо же рассказать всем, понимаешь? Скажу, обязательно следовищами, подготовьтесь. У меня много кто спрашивает из моих знакомых, говорит, а что означает Артем Геннадьевич каждое утро говорит, включаем воду. Я говорю, ну так зайди на АМА-сессию и Артем Геннадьевич тебе лично объяснит, что это такое. Угодно, подготовлюсь, подготовлю видео, подготовлюсь, расскажу на следующий АМА-сессию и вручим, так скажем, AirPods, и вся будет информативно и еще бонусно полезно. Это будет новость номер один по воду. Спасибо. Все супер, ждем. Спасибо. Хорошо. Ребята, если мы с ним сняемся, давайте пообщаемся. Как всегда, если в компании все хорошо и нет вопросов, и у участников тоже мало. Когда у компании все плохо, все разрывается, все трещит по швам, поэтому я вижу, что в компании в правильном направлении. Мы в одной лодке, да, плывем к острову, где есть там золото, бриллианты, всех этих бриллиантов, золота условно хватит на всех. И кристаллы еще. Кристалл, в частности, да. Хватит на всех, но мы в этой лодке должны, как это, и левая часть, и правая, все вместе должны грипсти. Если будет только одна часть грипсти, то лодка будет что? Правильно, на месте крутиться. Ну вот мы плывем, вижу развитие, все обещания, которые дает админ, все исполняются. Вот. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но исполняется. Значит, все идет по плану, и это очень, на самом деле, круто, когда администрация проекта дала обещание, выполнила. Все, завтра, старт 16.00, покупаем кристаллы, получаем там AirBots, выходит биржа, обучаемся, там, кто не умеет продавать, покупать на бирже, и обучаемся правильно это делать, потому что правильно это делать условно лесенкой, да, потому что потом будет ФОМа очень сильно кушать, когда увидишь 10, 20, плюс иксов, а ты продал на 3х иксах. Тоже классно, зайти на 100 долларов, на 300, там, за неделю условно возбогатеть. Но когда это могло быть... Или зайти на 100 долларов и продать на 7000, нормально, да? Ну да, это тоже хороший опыт. Поэтому тут главное учиться, задавать вопросы, а мы вам в этом уже все вместе поможем, потому что Николай на этом уже не одну собаку съел. Так собаки. Хот-дог. Ну, завершаем, наверное, Николай, правильно? Да, ребят, если у меня у кого нет вопроса, тогда да, будем завершать. Всем спасибо за присутствие, вы большие молодцы, информация есть, осталось только это дальше продавать, работать, и за неделю заработать тебе как минимум на эрпоции как максимум на хорошую машину, поддержанную хорошую машину, как мы сейчас, не знаю, BMW 8, например. Всем победы и полный газ! Полный газ! Всем спасибо, хорошего вечера. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok